За каждым выздоровевшим пациентом стоит колоссальная работа тех, кто проводит в больнице круглосуточные дежурства без сна и отдыха, кто сменил кабинет на поквартирный обход. Среди них Валентина Карташова, участковый терапевт поликлиники Бутова-парк. Валентина рассказывает, что в период пандемии было очень много вызовов на дом. Сейчас, наверное, немножко полегче. У нас уже кто-то на вызовах, кто-то на приеме работает. Я думаю, что люди соблюдают социальную дистанцию, носят маски и поэтому, наверное, чуть-чуть встава и прививаются. Инициатива социального фотопроекта исходит от благодарных пациентов, чтобы видновчане и гости города знали в лицо тех, кто выполняет свой долг в непростых и опасных условиях. Некоторые трудятся целыми семьями, как доктора Осокины. В 1953 году начинала главным врачом, так скажем, моя мама, моя теща. По ее стопам пошла дочь. Я уже был выпускник института. По стопам родителей пошел и сын Василия Осокина, Виталий. С будущей профессией он определился уже в школе. Был победителем неоднократных в районных олимпиадах по химии, поэтому эти науки, которые необходимы были в университете, у меня не удавались, как говорится, и побеждал на олимпиадах, поэтому решил, что это мое. И до сих пор считаю, что я не ошибся в своем выборе. Предупредить заболевание намного проще, чем лечить, уверена заведующая отделением медицинской профилактики Лариса Соловьева, которая трудится видновской поликлиники для взрослых 35 лет. Основная ее обязанность – диспансеризация населения. На сегодняшний день мы активно приглашаем, приветствуем и занимаемся диспансеризацией. Надо отметить, что население активно идет на диспансеризацию не просто по болезни, а чисто на диспансеризацию, потому что цель диспансеризации – как бы обследовать здоровых людей и выявить хотя бы факторы риска. Если есть какие-то хронические заболевания, которых человек даже не подозревает, и в результате диспансеризации выявляются заболевания, их легче предотвратить, чем потом вылечить. Баннеры с портретами врачей Видновской районной клинической больницы совсем скоро появятся на улицах муниципалитета. Жители Ленинского городского округа должны запомнить их имена.